С вами Евгений Шувалов, и в этом видео я хочу рассказать о проходящем в данный момент чемпионате Соединенных Штатов Америки в Сент-Луисе. Это очень сильный турнир, который привлек в себя всех сильнейших американских шахматистов. Хикару Накамора там играет, Фабиано Каруано, Гата Камски. И сейчас мое внимание привлекла партия второго тура, которая завершилась буквально сегодня ночью. Белым играл рейтинг фаворит турнира Фабиано Каруано против американского гроссмейтера Самуэля Шэнклэнда. И в общем-то партия в основном привлекла меня тем, что была разыграна французская защита. И мой любимый вариант Винавера, вот вы видите его на доске. Здесь пока мы не будем сильно останавливаться, скажу только, что Ферзь Ж4 является наиболее агрессивным продолжением за белых. И если вы внимательно следите за моим каналом, внимательно смотрите мое видео, то вы должны знать, что я лично в этой позиции играю либо Ферзь С7, либо я играю здесь СД. И в общем-то в обоих случаях жертвую пешку на G7, пешку на H7 и возникает вот такая вот разбалансированная позиция. Как я ее называю, вариант отравленных пешек во французской защите, по которому я, кстати, написал целый видеокурс. Но данное видео не будет касаться этого варианта. В партии СМС Шэнкланд избирает простую аркировку. В общем-то, ход с определенным смыслом вызывающий, поскольку черные спокойно аркируются под атаку белых. Но если знать теорию, то атака белых отбивается, и черные получают довольно крепкую позицию в этом варианте. Так что до сих пор короткая аркировка не опровергнута, и это вполне интересный ход, который дослуживает как минимум рассмотрения. И во многом, многим я рекомендовал бы поменять его, в частности, в турнирной практике. Ну что ж, конечно, сама пешечная цепь говорит о том, что белые должны здесь развивать атаку на черного короля. И основной ход слон Д3, конь Б на С6 и ферзь Х5. В общем-то, белые пытаются вызвать пешечное ослабление на королевском фланге, чтобы черные сыграли либо А6, либо Ж6, защищаясь от мата в один ход, и в дальнейшем использовать эти ходы в качестве зацепок для пешечного штурма черного короля. Но ясное дело, что ходы пешками здесь слабы, и основным ходом является ход конь Ж6, перегораживаясь конем. Ну что ж, эта позиция хорошо известна, здесь существует довольно длинная теория. Основной ход за белых это конь Е3, после чего возможен на ферзь С7. Слон Е3, С4. Белые размениваются на Ж6. Очень важно, что черные здесь берут не пешки, аж, после чего поле Ж5 становится очень слабым, и коня с этого поля согнать будет практически невозможно, и в то время как угрозы по линии Аш очень существенны, берут именно пешкой Ф, открывая линию для собственной ладьи. В каких-то вариантах черные жертвуют эту ладью за коня на Ф3, но и одновременно готовы, в предслучии, сыграть А7-А6, лишая белой фигуры поля Ж5. Ну и дальше, после отхода ферзя у черных есть два основных защитительных маневра. Это ход С7, с идеей встретить ход H4, ходом ладья F5. В общем-то, главная идея черных в этом случае заключается в том, что после H5 они еще и разменивают пару ладей, а каждый размен он облегчает защиту. Ну и вторая идея схожа с тем, что сделал Сэм Шентон в партии, это ход Ф7, и на конь Ж5 ферзь отходит на Е8, надежно защищая пешку Е6, и, что более важно, пешку Ж6. В общем-то, главная идея черных здесь в том, что движение крайней пешки H они встречают ходом H6, и теперь после коня H3 пешка на Ж6 надежно защищена, они еще подкрепляют ее второй раз конем, и всегда готовы встретить ход H5 ходом Ж5, тем самым не давая белым вскрыть крайнюю линию. Ну, в общем-то, позиции здесь возникают во многом похожие на те, что случились с партией. Ну, а мы возвращаемся к партии Каруана Шентон. И хочу сказать, что, видимо, Фабиано не ожидал от Шентонга такого варианта, все-таки сам по себе вариант Венавера на высшем уровне применяется нечасто, а вот этот самый вариант с короткой рокировкой, наверное, применяется еще реже, поэтому Фабиано уже здесь начинает немножко хитрить и делает ход коня H3. В общем-то, идея хода все в том же, чтобы где-то прыгнуть конем на Ж5, создать угрозу мата на H7. Ну, Сэм Шентон развивается по классическим канонам. Он играет практически так же, как и при основном продолжении кони в Ти. Черный заставляет белого слона поделиться. Белый забирает на Ж6. Снова взятие пешки H плохо из-за того, что белые получают практически вечное пользование полю G5, и атака по линии H будет очень страшна, поэтому здесь берут только пешкой F. И после ферзи F4 возникает... В общем-то, позиция очень схожа с теми, что мы смотрели только что, но разница только в том, что белый конь располагается на H3. Ну, в связи с этой разницей лично мне непонятно, зачем здесь черным нужно было играть в ферзи F7. И тем самым подставляться под ход к конь G5 и давать белому возможность перевести игру к основным вариантам. Мне лично больше нравится ход ладей F5, который был сыгран в партии предшественницы между Юакимом, Свеном, Свен Юакимом и шахматистом с очень сложно читаемой фамилией. Ну, назовем его просто Рене. Вот вы видите, как написано его. Рене. Шахматисты, как вы видите, довольно серьезные. Рейтинг около 2-4 там у обоих. И партия дальше развивалась таким образом. Конь F4, ферзь F7. В общем, вы видите, что черные сначала вперед пропустили ладью на F5 и только потом становятся на F7 ферзем. И, в общем, смысл положения ладьи на поле F5 заключается в том, что после H5 черные здесь забирают просто на H5 и теперь на взятие ладьей они готовы эту ладью разменять. Размен тяжелых фигур в данном варианте он выгоден черным, поскольку он снижает атакующий потенциал, играющий белыми. Вообще, если вы стремитесь к атаке, то вы должны свое, само по собой, избегать, всячески избегать разменов, но и при более стесненной позиции размены облегчают защиту. Ну, а в партии последовало взятие конем на H5. Дальше был ход F6. Ну, и после размены на G6, в общем-то, позиция абсолютно уравнялась и соперники согласились на ничью здесь. В общем-то, вот так вот бесхитростно закончилась партия двух мастеров спорта по шахматам. Ну, Шентланд, видимо, он просто хорошо изучил основное продолжение в данном варианте и он старается свести игру к основным вариантам, играя в Ф7. В общем-то, ничего страшного этот ход в себе не таит. Фабиан отказывается от хода конь G5 и осуществляет свой план с ходом коня в 4. Конь становится на F4, и в дальнейшем идея белых в том, чтобы вскрыть королевский фланг движением пешки H, то есть, сыграть H4, H5 и каким-то образом скрыть линию H, либо линию G. В общем-то, атака на королевском фланге в этой позиции является единственной такой активной идеей за белых. Ну, и хочу сказать, что если у белых есть хотя бы вот эта активная идея, то черные, видимо, напрочь лишены никаких бы то ни было активных идей. Поэтому именно этим и обуславливается такая низкая популярность данного варианта с рокировкой. Не тем, что опасно рокировать под атаку, как многим может показаться, а тем, что получаются вот такие вот крепкие позиции, в которых черным непросто получить контр-игру. Главным образом, из-за того, что центр уже закрыт, и черным сложно добраться до белых слабостей, до сдвоенных пешек C3, A2. Ну что ж, Сэм Шэнкланд делает ход КНЕ7. Ну, давайте посмотрим, что могло бы случиться, если бы черные вообще игнорировали угрозу движения пешки H и начинали бы свою игру, скажем, с ходом слон D7. Белые двигают пешку H4 и черные играют B5. Ну, на первый взгляд, белые беспрепятственно осуществляют свой план, вскрывают линию H и уже готовы приступить к атаке на черного короля, в то время как контр-игра черных явно очень сильно запаздывает. Но у черных есть один ход, который дает им возможность защититься, это ход Ферзь F5. Черные готовятся разменять Ферзьи и теперь, если белые попытаются сохранить Ферзя на атакующей позиции, скажем, сыграв Ферзь G3, то у черных появляется активная контр-игра. Они играют G5, препятствуя скрытию линии H. Очень важно, что у белых здесь есть ход H6. Вы видите, что взятие коня пока невозможно из-за мата на G7. И белым тем самым не дают черным самим пойти А6 и зафиксировать структуру в таком виде. Ну, а после G6 коня H3, пешка на G5 под боем, вынуждена играть G4, конь возвращается на F4 и, в общем-то, здесь черный получает контр-игру, как вы видите. Вскрыть линию H пока не удалось, то именно как черный Ферзь в торкса в белые тылы. И, в общем, там конь-то игра черных вполне достаточно, но главное здесь, конечно, не допустить взятия на G6, вот такую вот жертву-фигуру. Проще всего это сделать путем вот такой стандартной до французской защиты жертвы-качества, ну, после чего черные пешки должны обеспечить им надежную контр-игру и, в общем-то, в общем-то, черными в этой позиции наверное даже проще играть, чем нежели белым. Но не все так гладко у черных. Белые имеют спокойную возможность разменять Ферзей на G6. Теперь, чтобы черные вынуждены брать пешкой G, чтобы избежать потери пешки, и очень важно, что белые успевают просунуть свою пешку на H6, тем самым получая в свое распоряжение черные поля на королевском фланге. Ну, с одной стороны, вы скажете, что Ферзей разменены, атаки на короля здесь уже не будет, и, в общем-то, черные могут с оптимизмом смотреть в будущее. Это все, конечно, правда, но минус позиции заключается как раз в ослаблении вот этих черных полей, которые в далекой, довольно очень далекой перспективе белые могут попытаться воспользоваться. Ну, я вот такой примерный вариант набросал, как здесь может развиваться игра. Белый переводит слона через G5 на поле F6. Черные пытаются организовать контр-игру на ферзевом фланге, но вот особенность позиции заключается в том, что очень непросто здесь черным получить какую-то контр-игру. Единственное, их игра может быть связана с тем, чтобы провести B5-B4, но это своего рода палка о двух концах, поскольку позиции скрываются здесь не только для черных, но и для белых. Открытые линии запросто могут занять и белые фигуры, и совершенно не факт, что черные будут лучше готовы к скрытию. Вот я примерно такой вариант набросал. слон G5, ладья A7, слон F6. Черный готовит движение пешки на B4, но пока его не проводят, поскольку совершенно не ясно, что это будет в пользу черных. Ну и вот здесь, если черные стоят на месте, скажем, играют король G8, то белые осуществляют вот такой план. они проводят G4 и вскрывают линии на королевском фланге, либо линию G, либо линию F, либо в случае взятия на F5 пешкой E, белые получают защищенную проходную в центре, плюс ослабляется пешка на D5. И, в общем-то, таким вот способом здесь белые могут попытаться побороться за перевес. Ну а если черные не будут просто пассивно дожидаться, они где-то здесь, например, проведут все-таки B4, то, как я уже говорил, игра вскрывается не в пользу черных. Белые просто размениваются всем на B4. И вы видите, что вскрытие игры пошло на пользу только белым. Теперь у черных новая проблема, что белые ладья активизировалась по седьмому ряду. И фигура белых намного более активна, чем фигура черных. А что дало черным вот это вскрытие линии B и уничтожение сдвоенных пешек, совершенно не ясно. так что черные бы имели в этом случае пассивную такую позицию без особой контр-игры и пришлось бы им пассивно стоять на месте и дожидаться каких-то действий со стороны белых. Видимо, поэтому по этим соображениям Сэм Шэнкланд отказывается от хода слон D7 от хода B5 и в общем-то осуществляет стандартную перегруппировку фигур для данного варианта французской защиты. Он играет конь E7. Смысл хода не в том, чтобы перевести коня на F5, а в том, чтобы защитить пешку на G6 и теперь ход H4 черные встречают ходом H6. Пешка на G6 защищена и на H5 черные теперь всегда готовы сделать ход G5 не допуская вскрытия линии H. Ну что ж, атака белых вроде бы зашла в тупик, но Круана не сдается и приступает к более длительному плану наступления на королевском фланге. Он играет в ферзе 2. смысл хода в том, чтобы уступить дорогу пешке G. Дальше белые играют G4. И в общем-то в их планы входит движение пешки на H5. И как только черные сыграют G5, кони отходят куда-нибудь на H3 или на G2, потом белые проводят F2 F4, вскрывают линию F. В дальнейшем может быть им удастся провести еще G4 и G5, чтобы вскрыть линию G. И таким образом пытаются расчистить пространство перед черным королем и все-таки организовать атаку на черного короля. Ну а черные в это время занимаются просто тем, что надвигают пешки на ферзевом плане. Ну хочу сразу сказать, что ход B5, который я сделал без особых комментариев, этот ход избрал Сэм Шэнтон в партии, он не единственный в некоторых партиях черные здесь делают ход слона чты атаку пешку С2, но ход в смысле обоюдоострый, поскольку слон очень сильно отдаляется от собственного короля, что вроде бы дает белому дополнительные возможности для атаки, в то время как пешка С2 надежно защищена и особых проблем с ее защитой нету, плюс черные вроде бы проигрывают темп для пешечного наступления на перзем флаге, но тем не менее, ход такой есть, и в некоторых партиях он приводит черных хорошим результатом, например, в партии Саба против Апицеллы, игранных в 2000 году, далее последовал ладья H3, ну, смысл хода ладья H3 в том, чтобы взять поле F3 под контроль, чтобы черные фигуры не могли сюда вторгнуться, черные наступают пешками на ферзевом фланге, белые играют H5, это их основной план, это, в принципе, единственный здесь план игры на выигрыш, после G5 Колин ходит на G2 и вот здесь выясняется смысл хода ладья H3, ладья контролирует поле F3, черный ферзь не может сюда вторгнуться, и следующим ходом белые проводят F4, вскрывая игру на королевском фланге, следует размер на F4, ну, и в дальнейшем план белых заключается в том, чтобы провести G4, G5, еще королевский фланг и все-таки добраться до черного короля. Черным тяжело вот так просто психологически стоять на месте, вот вроде бы в данный момент конкретно ничего не грозит, но у белых есть такая идея медленного наступления на черного короля, и нужно какую-то контр-игру осуществлять, поэтому в партии Апицелла делает ход B4. И в общем-то этот ход приводит его к успеху, сильнейшим безусловно было бы просто два раза взять здесь на B4. Ну и в общем-то идея черных здесь в том, чтобы самим сыграть C3, не дать белым поставить пешку на C3, и попытаться как-то зацепиться, создать какую-то контр-игру на ферзевом фланге, отыграть пешку на B4, может по линии B вторгнуться куда-то фигурами. Но в партии игравших белыми саба посчитал, что не нужно ему такое вскрытие на ферзевом фланге, он собрал король D2, надеясь на то, что после размены на C3, король на C3 расположил вполне надежно, линия C закрыта, и никак черные фигуры не смогут до него добраться. Ну, в общем-то, Мануэля Песелла довольно быстро развеял такое предупреждение. Было сыграно ладья B8, ладья F3, конь C6, ладья F1 и ферзь B7. Это уже грозит вторжение ферзя на B2. Белые препятствуют ходу ладья B1, черные отдают ферзя за две ладьи. Вроде бы у белых есть ход комбит E6, выигрывая такую важную довольно пешку. Но черные ладьи вторжаются в тыл. И в общем, партия закончилась вот таким образом. Был сделан ход К7 и оказывается, что у белых нет удовлетворительной защиты от угрозы К5. Вот, например, давайте досмотрим до конца комбит А4, К5 шаг, король С2, а здесь даже не С3, а просто матуют. Просто черные матуют вот таким вот образом. Ну что ж, вот так вот могла бы закончилась партия Саба Апицела 2000-2000 год. Но в нашей партии все-таки белыми играет довольно сильный гроссмейстер, третий гроссмейстер по рейтингу в мире Фабиано Куруано, поэтому наверняка он бы сыграл более жестко на хвост слон А4. Ну в общем-то возможно, что Сэм Шэнкланд особо и не рассматривал этот ход, он просто знал, что основной ход это Б5 с дальнейшим движением пешек на ферзевом фланге, и он так довольно быстро играет Б5. Теперь я уже говорю, что главная идея белых заключается в том, чтобы пойти H5, вынудить вот такое движение пешки на G5, и потом после отхода коня проводить F2 и F4, вскрывая линии на королевском фланге. но в данном случае это не очень хорошо, поскольку ослабляется поле F3, и черные могут немедленно этим воспользоваться, вторгившись сюда ферзем. Придется белым ферзем разминивать, что, во-первых, очень сильно снизит атакующий потенциал, маты черному королю уже поставить не удастся, ну и во-вторых, уже непосредственно F2 и F4 провести будет намного сложнее, например, после хода конь E2 черные могут при желании вернуться ладьей на F3, повторяя ходы, могут пойти например ладья А на F8, и в общем-то особо атаки здесь белым создать не удается. Поэтому Фабиано делает сначала ход F3, идея хода в том, чтобы королем подойти на поле G3 и тем самым защитить королем полем F3, таким способом воспрепятствовать вторжению сюда черных фигур. Ну и тактическое соображение, что вроде бы пешка пока недостаточно защищена, но черные не могут конечно позволить себе такой ход как G5, поскольку после вскрытия линия H просто моментально выигрывают белые, вы видите, что белые фигуры сразу переходят к прямой атаке на черного короля и защиты здесь уже нет. Поэтому у черных всего один план, это надвигать пешки на перзевом плане. Фабиано играет король F2 ладья на B8 король G3 слон E8 играет Сэм Шэнкланд вот это довольно сильный ход смысле его в том, чтобы освободить коня от необходимости контролировать постоянно поле G6 и позволить ему занять более перспективную позицию на C6 где он будет атаковать пешку D4 и помогать продвижению B5 B4 мои слова иллюстрируют наверное вариант H5 если бы здесь белые продолжили бы проводить свой план H5 G5 и конь H3 черный переводит коня на C6 белый проводит все-таки F4 ну после размена на F4 черный ферст становится на E7 и вы видите что черные фигуры заняли идеальные позиции слон с E8 контролирует поле G6 препятствуя вторжению сюда коня черный ферст контролирует поле G5 одновременно поясматывает в пешке А3 и в общем-то помогает где-то продвижению B5 B4 и в общем-то черный конь также заняв отличную позицию где он держит под прицелом пешка D4 что может оказаться важно готовит также продвижение B5 B4 и в общем-то ладья расположены на открытой линии F но хочу сказать что у белых все было бы хорошо если бы их король располагался бы не на G3 вот здесь видно что король на G3 препятствует атаке белых вот например если бы белые имели возможность просто убрать короля куда-нибудь например король F2 черные стоят на месте белые хотя бы на E1 убирают короля то здесь уже очень сильно было бы немедленно G5 и атака белых очень страшна здесь G5 в случае взятия F5 белые забирают на E6 конем ну и в общем-то на FG3 король D2 не так важно что белые отдали пешку гораздо более важно что им удалось вскрыть линии и теперь ладьи прямой наводкой стреляют на черного короля и в общем-то дни черных здесь сочтены в этой позиции ну а если черные забирают на G5 пешкой то у белых был бы ход конь G6 и теперь важно что скрывается линия H пешка на G6 создает такую вот матовую коробочку для черного короля препятствует не дает им возможности убежать через поле F7 и в общем-то здесь тоже мат не за горами белые просто по линии H готовы объявить мат в пару ходов в этой позиции например давайте форсированный вариант посмотрим какой он ход ладья C8 готовы убежать куда-то королем но здесь форсировано выигрывает вот такой жертву ладьи ферси H2 в общем-то известная комбинация и черный получает мат но к сожалению а может быть к счастью у белых нету темпов на то чтобы вот так убежать королем на Е1 поскольку на ход короля F2 черные конечно же не будут стоять на месте они должны воспользоваться тем что король становится под связку и немедленно осуществить прорыв B4 создавая контр-игру и теперь после размена на B4 у белых нет ничего лучше чем вернуться королем обратно на G3 иначе инициатива черных грозит стать довольно опасной но здесь вы видите что черные просто получается выиграли пару темпов до своей контр-игры несколько интереснее идея в том чтобы на ход в ферзь Е7 убрать короля не на Е1 а на H3 здесь король не становится под связку и в общем-то идея белых все в том же чтобы провести G4 и G5 и вскрыть линии на королевском фланге и хочу сказать что идея довольно опасна поскольку здесь черные также не могут позволить себе просто стоять на месте например ход ладья B7 такой выжидательный ход вроде бы при случае пригодится защита по 7 ряду может привести к тому что белые довольно быстро организуют игру по линиям G сыграют ладья G1 и уже здесь западывает контраигра B4 G5 взятие конь G6 и в общем-то снова снова удается белым получить решающую атаку ну например на ход ладья F5 готовят отступление короля здесь уже король немножко мешается на линии H это конечно белые не так быстро выигрывают как в предыдущем варианте но тем не менее перевес они довольно сильно получают например в таком варианте видно что перевес здесь на стороне белых и черный король находится в большой опасности для подтверждения своих слов давайте спросим у Stockfish вы видите подтверждает мои слова показывают что у белых выигран ну что ж это говорит о том что ход король H3 за белых довольно опасный он создает угрозу продвижения пешки на G5 и черные должны немедленно так же считать какую-то игру играть B4 и в общем-то главный смысл хода B4 в том что в случае двойного взятия на B4 вот обратите внимание что белый слон он перегружен обязанностями он защищает коня F4 защищает пешку D4 и черные могут воспользоваться нанести аудар комби D4 ну в принципе ясно что взятие на D4 слоном вот такой вот размен он к выгоде черным явно к выгоде черных давайте спросим у Stockfish Stockfish соглашайтесь с моим мнением поэтому на комбит D4 сильнейший ход за белых это F2 ну и здесь в общем-то такая вот возникает разбалансированная позиция в котором белый король он не намного больше безопасности находится нежели черный король у черных здесь два продолжения одно более человеческий ход FG5 создавая давление на коня F4 ну и далее возможно какие-то такие варианты ладья F1 конь B5 ладья A E1 в общем-то белые сохраняют определенный перевес здесь но у черных есть какая-то определенная контр-игра ну и второе продолжение за черных это вместо хода FG5 такой вот нечеловеческий ход комбит C2 то есть черные продолжают играть в гамбитном стиле на этот раз они жертвуют целую фигуру ну и надо сказать что в случае взятия ферзем на C2 у черных очень сильная контр-игра они играют D4 слон вынужден тротина C1 потом ладья забирает на B4 и в общем-то какой-то такой вот вариант я рассмотрел вот примерно как может развиваться игра в данном случае тут сломбит H5 варианты необязательные но они демонстрируют то что у черных довольно сильная может возникнуть атака и в конечном итоге все заканчивается у меня вечным шахом но конечно брать на C2 белый не обязан здесь нужно учитывать что у белых еще есть довольно сильный ход слон C5 выигрывая качество ну и дальше таким вот например образом может развиваться игра белые все-таки выигрывают качество но черные получают две пешки в центре и в общем-то на временах отвлекают белых атаки на собственного короля поскольку теперь уже черный а белый король также чувствует себя не совсем уютно он довольно раскрытым довольно сильно раскрыт ну вот я смотрел вот такие вот варианты прикидывал такие примерные варианты и возникает эншпиль где у белых лишнее качество определенные шансы попытаться замучить в технической стадии замучить черных но у черных очень великие шансы удержать этот эншпиль и в общем-то сыграть в ничью но мы конечно очень сильно отвлеклись от партии очень сильно поэтому возвращаемся назад непосредственно к партии корона шенкунг в партии корона не решается пока на ход аж 5 он видимо пытался за доской сосчитать все это возможное осложнение и пришел к выводу что ему это все не нужно что особой контр-игры у черных нет поскольку единственная игра черных может быть связана с продвижением b5 b4 а это дает белом дополнительные возможности на ферзевом фланге поскольку открывается линия а и это дает возможность активизировать ладьи ну и во-вторых слон может при случае перейдет через c1 на а3 поэтому пока каруана ограничивается профилактическим ходом слон d2 ну и в этой позиции многие комментаторы осуждали сэма шенклинта за то что он очень рано сделал ход b4 советую ему здесь просто поддерживаться пассивной тактики сделать ход вроде бы ладья 7 какой-нибудь такой нейтральный просто дожидаться игры белых но с человеческой точки зрения вот так вот просто пассивно стоять и ждать пока твой соперник что-то придумает это довольно непросто и все-таки человек предпочитает сам играть и какую-то осуществлять свои собственные планы поэтому ход b4 кажется вполне логичным и более того какие-то варианты которые я рассмотрел они подтверждают то что играя b4 черные могли получить хорошую игру ну во-первых идея хода заключается в том что в случае двойного взятия на b4 вот вроде бы фабиано сыграл слон d2 чтобы не было хода b4 но тем не менее ход b4 последовал и теперь у черных есть ход c3 очень важно что слон не может взять на c3 поскольку подвисает конь f4 ну а после слон d3 у черных много хороших возможностей они могут как немедленно отыграть пешку сыграв ладья b4 так например повоименить с этим сделав сначала какой-нибудь ход вроде слон b5 активизируя слона или конь c6 во всех вариантах черный получает достаточную контр-игру на ферзевом флангу не буду здесь особо останавливаться поскольку фабиано не стал брать на b4 а делает ход ладья h на b1 ситуация изменилась поэтому белый временно отказывается от возможности вскрытия игры на королевском фланге и переводит тяжелые фигуры на ферзевый фланг где они могут активно принять участие в игре и вот здесь как мне кажется сэм шэнкланд допустил первую неточность в партии он делает ход конца 6 вот такой выжидательный ход как мне кажется если черные пошли в активную контригру и они сыграли b4 то нужно было идти до конца и здесь играть b3 это было бы принципиальным продолжением ну конечно после размена на b3 есть определенное опасение что эта пешка может потеряться но не все так просто белым оказывается очень непросто к ней подобраться поскольку если они немедленно играют ладья 3 с идеей просто съесть эту пешку то у черных есть сильный темповой хонд слом b5 нападая на ферзя и скажем после ферзь d1 слом переходит на c4 и пешка b3 надежно защищена белопольный слон сильно активизировался и видно что перевес здесь уже может быть только у черных все таки пешка b3 слабость становится очень сильной проходной причем очень далеко продвинутой но белым нужно следить постоянно за тем чтобы где-то черные не сыграли сами g5 и не вскрыли линию f поскольку все таки позиция белого короля довольно ослаблена ну конечно белые могут играть хитрые они не обязаны немедленно нападать на пешку b3 они могут сначала сыграть скажем f2 вот такой хитрый ход ферзи ферзи нападение слона теперь ход слон b5 невозможный залагя b3 ну здесь у черных есть целые несколько возможностей организации контр-игры первое это такое человеческая идея h5 пользуясь тем что белые логи ушли с королевского фланга черные сами вскрывают здесь линии пытаются получить опорные поля для собственного коня ну и для ферзя тоже например в случае хода g5 их идея полностью оправдывается поле f5 переходит полностью к черным и в общем главная идея для черных это сначала не торопиться становиться сюда конем не искушаться этим шахом а сначала пропустить вперед ферзя вот сыграть сначала ферзь f5 белые за это время выигрывают пешку на b3 но обратите внимание что очень сильно активизируется черная фигура ферзь зашел на второй ряд вроде бы кажется что белые тоже создают опасную угрозу ладья на седьмом айду все черные фигуры подвешены в состоянии но после хода коня в 5 с шахом король h3 в общем-то у черных есть сильный тактический удар комбит h4 вот несмотря на то что эта пешка защищена дважды тем не менее черные ее забирают и теперь оказывается что все белые фигуры в подвешенном состоянии расположены в случае король бит h4 сказывается связка по второму ряду и черные просто забирают коня на f4 скажем на королях 3 успевают вернуться ладьей на f7 и здесь никаких проблем у них нет скорее уже перевес на стороне черных у них более надежный король у них защищенная проходная по линии h ну и в общем-то фигуры в целом более активные именно у черных здесь ну ясно что после взятия ферзем на f4 последует взятие на d2 и снова висит конь на f4 белый ферзь пассивен король находится в опасном положении ну а в случае взятия на d7 следует ладья бит f4 снова пользуясь связкой по второму ряду и в общем-то здесь черные фигуры скорее всего заматуют белую короля ну либо это приведет к большим материальным завоеваниям для черных ну в общем вот так примерно в черной могли бы развить контр-игру ну конечно хоть g5 который я сделал слабый за белых белым нужно ни в коем случае не допускать такого ослабления белых полей около собственного короля сильнее сыграть ладья а3 привязываясь к пешке ну и далее черные получают таким образом контр-игру они разминиваются на g4 играют сами g5 ну после взятия на g5 освобождается поле g6 куда становится черный конь ну далее примерно вот такая возникает позиция в этой позиции черные вроде бы без двух пешек но пешки белых обесценены сдвоенные пешки по линии же отсталая пешка на c3 плюс у черных активные фигуры слон готов перейти на g6 откуда где он будет и защищать собственного короля и при случае сможет перейти на e4 ладья на линии отлично расположена держит все белые фигуры под связкой и в общем-то черные имеют здесь достаточную компенсацию я бы даже если у меня была возможность выбирать я бы здесь выбрал в сторону черных поскольку черными здесь играть все-таки практические партии проще нежели белыми видно что черный слон будет намного более активный нежели чернопольный слон белых который упирается в собственные пешки это была одна из возможностей организовать контрастную игру за черных ну и вторая абсолютно фантастическая возможность это вот в этом варианте вместо хода h5 который мы рассматривали сделать ход g5 идея хода в том что после взятия на g5 черные не берут пешкой а еще и жертвуют фигуру ходом коня в 5 ну и в общем-то вот здесь вот как ни странно это жертву фигуры корректно и черные получают достаточную контр-игру давайте обратимся к помощи стокфиша ну и вы видите что стокфиш предлагает ход ладья b2 и показывает что вот в этом варианте черные без качества но у них нет особых проблем они могут как разменяться на gt перейти венштейн так и попытаться избежать размена сохранить ферзей и в общем-то играть при ферзях например сделав ход ферзи в 5 в обоих случаях черных здесь достаточная контр-игра и пешка b3 играет здесь не последнюю роль отвлекая белые фигуры от королевского фланга ну что ж это все могло бы случиться в партии но не решился сэм шэнкланд на немедленный ход b3 то есть b4 он сыграл после размена ладья аш на b1 логичным продолжением игры было бы дальнейший ход движения пешки вперед b3 но шэнкланд сыграет конь c6 в общем как вы выйдете из дальнейшего конь здесь расположен не лучшим образом и в общем-то все мечты черных дальше будут связаны с тем чтобы вернуть коня обратно и перевести его на f5 фабиано делает ход ферзь e3 очень важно что у белых появился темп на то чтобы поставить ферзя на это поле откуда он во-первых защищает коня на f4 тем самым слон с d2 освобождается от этой обязанности и во-вторых ферзь защищает пешку d4 очень хорошо расположен ферзь на поле e3 ну и теперь уже в этой позиции черным по-хорошему нужно было бы согласиться на ход ферзь плюс в том, что белые здесь успели поставить своего ферзя на поле D3 и теперь они могут перевести слона на активную позицию. Очень сильный ход делает Фабиан, он играет слон C1 и слон готов перейти на А3. Тем самым белые создают угрозу выигрыша качества. Поэтому Шентланд играет слон D7, освобождая поля для отхода ладей. Слон А3. Взятие на C2. Здесь важно, что белые сами не меняются на B8, а просто отходят ладьей на C1 и потом забирают эту пешку. И вот вы видите, что превратилась позиция. Белые очень быстро перевели все свои фигуры на ферзевый фланг. Их слон стоит намного более активно на поле D6, он отнимает важное поле B8 у черных фигур, также контролирует поле Е7, которое очень важно для переброски коня, скажем. Черные полностью лишены контр-игры здесь. Поле F8 также у них отнято, поэтому контр-игра по линии F невозможна. И, в общем-то, дальнейшая часть партии не требует особых комментариев. И давайте просто посмотрим и насладимся виртуозной техникой Фубиана Круана, как он в этой позиции реализовывал перевес. Последовав размен ладей. Черным ничего не остается, кроме как стоять на месте. Слон переводится на поле F7, где он будет защищать пешки G6 и E6. Ну, конечно, слон здесь смотрится очень плохо, он практически является пешкой, причем он не просто пешка, а недопешка, поскольку пешка хотя бы может пойти на F6. Он не может пойти на F6. Отсутствие поля B8 не дает возможности черным побороться за линию B, поэтому белый легко активизирует фигуры здесь, вторгается ферзем на 7 ряд. Ну, а черные просто держат оборону вот на последних айдутах. Все фигуры встали на защищенные поля. И теперь, в общем-то, остается единственная фигура, которая пока не участвует в игре, это белый конь. Ну, давайте посмотрим, как Фабиана Каруана активизирует коня в этой позиции. Черные пока просто стоят на месте. Белые делают какие-то ходы, дожидаясь 40-го ухода, чтобы пройти контроль, иметь возможность спокойно найти точный порядок ходов до перевода коня. И вот, обратите внимание, что прежде чем осуществлять перевод, сначала Фабиана играет G5, напрочь уничтожая какую бы то ни было контр-игру на королевском фланге, и фиксируя все черные пешки на белых полях, на полях цвета слона. Теперь слон вообще жалкое зрелище производит. После H5 конь возвращается на F4, черным не остается ничего, кроме как стоять на месте. Ну, а белый конь, вы видите, что переходит на A3, и теперь готов прыгнуть на B5. И, в общем-то, вот в этом заключалась последняя ловушка Шенкланда. Напрашивает, вроде бы, никакой контр-игры абсолютно здесь нету у черных, и напрашивается здесь ход конь B5, но, как ни странно, этот ход выпускал большую часть перевеса, если не весь перевес, поскольку он давал черным возможность перевести все-таки коня на поле F5, сыграв конь E7. Вы видите, что поле E7 находилось под боем белых фигур, слон D6 и Ферз B7 надежно его контролировали, но, конкретно в этом варианте черных выручает то, что конь на B5 находится также в подвешенном состоянии, они могут сыграть ладья B8 и в общем-то, вот таким способом форсировать размен фигур, но такую позицию белыми пробить уже практически невозможно. У черных нет реальных слабостей, все слабые пешки защищают слон сепсиемы, слона можно легко защитить королем, в то время как черные ладья активна и похоже на то, что на доске крепость, пробить такую позицию было бы невозможно. Второе возможность взять коня ферзем, в этом случае черные забирают на B5 под боем ладья, белым нужно стараться как-то так вернуть фигуру назад, чтобы белый ферзь не объявил здесь вечный шах по первому яду, но тем не менее, вот вроде бы кажется, что шахов никаких у черных нет, черные могут спокойно, белые могут спокойно забрать слона на E7, который находится без защиты, король их надежно укрыт, но оказывается, что здесь черные могут форсировать ничью ходом ладья А8, черные просто нападают на белую ладью, в случае если она отойдет, черные готовы вторгнуться по второму ряду и вообще уже поиграть на мат, ну а в случае взятия ладьей на А8, следует просто ферзь доски фигуру возможно была в этой партии фабиана разгадал замысел ну и последнее хочу сказать что если белые все-таки допускают перевод коня на поле в 5 играют например здесь как-нибудь король ашты топы коня на f5 пробить крепость черных намного сложнее здесь все-таки конь расположен на защищенном поле он довольно активен под поицелом постоянно находится фишка h4 конь контролирует важные поля d6 e7 черные фигуры не связаны с защитой этого коня и в общем-то здесь несмотря на то что стокфиш показывает белым перевес я все-таки склоняюсь к тому что позиция здесь равна и пробить защиту черных здесь будет невозможно если кому интересно можете попробовать здесь поиграть на выигрыш с белыми я считаю что у черных крепости пробить их крепость будет невозможно белым ну в парте как я говорю фабиано разгадал эту последнюю ловушку и он не спешит переводить коня на b5 сначала отводит короля в безопасное на безопасное клеточку отходит от шаха черном пока ничего не остается кроме как стоять на месте король ну в общем-то не обязательно было убегать королем так далеко но вот фабиано фабиано отвести короля на c1 и только после этого конь идет на b5 и теперь после конь e7 важно что не грозит никакого шаха с поля f5 и белый делает ход конь a7 который форсирует материальные приобретения в общем-то видно уже что черным здесь не избежать крупных материальных потей и в этом позиции смс шенкланд сдался ну что ж поздравляем фабиано королева с хорошо проведенной партией это была отличная партия в первую очередь с точки зрения профилактики было показано хорошее профилактическое мышление фабиано с двумя очками из двух возможностей идет в группе лидеров чемпионат соединенных штатов ну а я с вами на этом прощаюсь с вами был Евгений Шувалов кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующие обзоры всем пока